Здравствуйте, дорогие валяльщицы! Я приветствую вас на наших посиделках, на нашей творческой встрече на Дне открытых дверей от имени студии «Шкатулочка» и от имени мастеров, которые сегодня пришли посвечаться. Это будет очень интересно. Они сидят, ждут. Открываем встречу. Сегодня трио. Вообще нас четверо. Наша компания называется «Образ жизни». Нас четыре подруги. Наталья Смоленинова, Марина Храпова, Ирта Убояринова и еще и Столя Демьянова, которая стояла на выставке и заболела на формуле рукоделия. Поэтому мы сегодня травим. Мне выпала честь открыть это мероприятие и рассказать немножко о валянии и о шерсти. Кто новички, тому, возможно, будет интересно и новое. Ну, а кто старички, может, вдруг что-то новое услышите. Ну, давайте немножечко про шерсть. На чем вообще основа валяния? Вообще это очень просто. Это очень просто. Шерсть, руки, вода, мыло. Физические усилия. Все, и у вас воин. Но в то же время это очень сложно, потому что существует столько разных техник, направлений, видов шерсти, изделий, что чем больше знаешь, тем больше понимаешь, чего ты не знаешь. То есть огромный простор для реализации своих творческих идей. И сколько людей, столько рук, столько почерков. У всех изделий разное. Про шерсть. Есть такая очень красивая легенда, что первый войлок был в Ноевом ковчеге. Когда он собрал всех тварей по паре, в том числе там были овцы, которые пока ковчег перемещался, с них падала шерсть, они писали, топтались. И когда все вышли из ковчега, там свалялся волк. Собственно, на этом все и основано. Шерсть овцы имеет свойство сваилачиваться. Под воздействием воды мыло физически вкусили. Все очень просто. Но шерстей очень много. Во-первых, есть две основные разные формы шерсти, в которой она присутствует. Это грибинная лента и кардачос, который мне передали. Потому что очень часто мы путаем, да, вот в терминах путаемся. Приходит человек в магазин и говорит, дайте мне 100 грамм кардачоса. Это все равно, что прийти и спросить у мясника, дайте мне 100 грамм мяса. Он, естественно, уточнит, какого, да. Поэтому в кардачосе, вот в этой вате, может быть любая шерсть. У разных овец шерсть разная, танина разная. Чем тоньше шерсть, чем меньше микрон, тем меньше танина, соответственно. Поэтому, когда шерсть застригли с овцы, ее начинают мыть, потом чесать на кардах. И получается кардачосная вата. То есть, какую шерсть начесали, такой и кардачос. Вот это здесь представлен мой любимый бергшаф 30 микрон. Берг-гора, шаф-баран. Тирольский горный баран. Прекрасная шерсть для валяния плотного войлока. Это коридейн. Новозеландский баранчик, которого обрабатывают в Прибалтике. Тоже прекрасная шерсть в виде кардачоса. Все шерстинки перепутаны в виде ваты. А потом кардачос расчесывают на гребнях. И вытягивают каждую шерстинку, и укладывают в одном направлении. Не могу найти конец. И получается гребенная лента. А потом эту ленту уже придут, ткут, сучат, вяжут. И мы работаем. А мы валяем промежуточный этап обработки шерсти. Валяется только чистая шерсть. Любых других зверей, кроме овцы. Ну, всяких там собак, альпак, верблюдов и так далее. Валять тоже можно. Но желательно в содружестве с овцой. Потому что именно она своелачивается и образует войлок. Войлок может быть самым разным. Он может быть легким и тонким. Вот шарфики, предположим. Он может быть достаточно плотным, но пластичным. Это там головные переты, головные уборы, варежки и так далее. Он может быть очень плотным. Это тапки и сумки. И вот предметы интерьера. Кошкин Дом. Для новичков, которых мы очень рады видеть, мы хотим сказать, что Сотружество мастеров, мы, Оль Демьянова, Гадя Пономарева, у нас новый проект, называется Школа войлока. Это 5 занятий по 3 часа, в течение которых мы валяем изделия, которые представлены здесь. Шарфики, клатчи, митинги и шапочка будет. И брошечка. И брошечка цветок. Да, спасибо. Это Наташа Смолениховна, сейчас она расскажет более подробно. Курс очень интересный, два потока у нас прошло. Кому интересно, подойдите, потом спросите, мы все подробно расскажем. Теперь о... Так. И о валянии вообще. Я перехожу от приветствия. Началось все 9 лет назад. Когда у меня появилась собака. И появился отчет. И его было жалко выбрасывать. Я подумала, а что же делать? А вот на Семеновской фабрике висят какие-то такие колбаски с шерстью для валяния. Что это за фигня? Кому это нужно? Я купила эту колбаску, добавила туда собачьей шерсти, сваляла первой волок. И все, и засосала. И теперь вот уже почти 9 лет мы валяем и валяем. Потом оказалось очень здорово, что у меня есть подруга Оля Демьяновна. А у нее есть подруга Марина, а у Марина есть подруга Наташина. И однажды под Новый год... Однажды под Новый год Оля Демьянова вдруг сказала мне, Ира, проведи мастер-класс. Девчонка, какой мастер-класс? Я еще толком ничего не умею. Ну давай, я уже говорила, по тысяче сноса, и мы валяем. Я провела свой первый мастер-класс. И мы тогда собрались в тот вечер. Это было прекрасно. Мы сваляли ставки в году тигра. И с тех пор валяем и валяем. И обрели прекрасную компанию. Мы очень дружим и проводим и неваляльное время вместе. Поэтому, если вы войдете в валяем, у вас очень расширится только общение. Это будет очень интересно. Но у каждого... Мы вообще в основном тапники, но... Вообще универсалы. И сейчас девочки расскажут конкретно о своей специализации. Вот. А я в основном тапник. И надо мной смеются. Ирка, что, валять не начнет? У меня все тапки получаются. Но реально, шарфы валять тяжело, я их переваливаю. Но, тем не менее, это очень интересно. Очень востребовано. Я уже, наверное, пять лет активно провожу мастер-классы. У меня очень хорошая технология, которая позволяет свалять тапки за 2,5-3 часа самостоятельно. Да, ну, мастер-класс, конечно, дольше. Мастер-классы очень интересные. В этом, естественно, я много. Вот. И теперь я передаю слово Наташу Смолениновой, которая расскажет о своих мастер-классахах. О своих мастер-классахах. У нас у всех разные. Давай, с тобой. Ну, собственно говоря, как я сказала, мы все универсалы. Хочется валять все и сразу. Поэтому мы везде чуть-чуть все валяем. Но наше любимое занятие – это тапочки. Поэтому мы все валяем тапочки. Вот. Я, соответственно, провожу мастер-класс по тапочкам. И поскольку мы все разные, то я люблю валять тапочки с цветами. У Иры одна направленность, у Иры вторая. У меня для бабушек. Я скромно. У Иры. У детей. Вот. И мои цветочные тапочки выглядят вот так. Вот. Это тапочки из кардачоса Коридейл. Я его очень сильно люблю. Потому что в нем большая цветовая палитра, 125 цветов. В отличие от Миркшафа. Вот. Он чуть-чуть помягче, что для некоторых является тоже важным фактором. Потому что кто-то засунет и говорит, ой, это колючее. А то, что колючее – это же хорошо. Это же массаж наших ступней. Это лечится все наши прядочки, кровообращение и все такое. Вот. И, соответственно, я валяю тапочки из кардачоса. И цветочки на них тоже из кардачоса. Моя технология проста тем, что мы не валяем цветочки отдельно. Мы выкладываем цветы сразу на тапках и валяем их вместе с тапками. Вот. И за мастер-класс у нас получается… Ну, здесь, конечно, много цветочков. И это большая работа. Как правило, в мастер-классе получается… Чуть попроще, ну, то есть, поменьше цветочков. Но каждый сам себе выбирает цвет, дизайн и все такое. Вот. Также я эту цветочную тему во всем разливаю. Вот. И очень люблю варежки. Мои варежки выглядят вот так. Это тоже самое цветочки, сваленные, разложенные вместе с варежками и сваленные одномоментно. Вот. Но если здесь я валяю их из кордочеса, то это исключительно меренос. То есть, варежки я раскладываю из гребенной ленты, чтобы они более были пластичные, эластичные. А цветочки я делаю из кордочеса, мереносового кордочеса. В шкатулочке он в продаже появился, но если вдруг нужного оттенка нет, то я беру ленту, начесываю ее на ческах. У меня вообще собачьи маленькие чески. Вот. И получаю таким образом кордочес. Это вот варежки. А также в курсе новичков моя тема цветочная, соответственно, мы валяем вот такие брошечки. За три часа цель наваленный цветочек. Ничего не пришито. Ну, кроме, конечно, лапочки. Вот. Новичкам очень советую. Мы специально этот курс разработали для тех, у кого нет времени ценный день посвятить валянию. Это трехчасовые занятия с шести до девяти. Как правило, после работы девочки к нам прибегают быстро-быстро и вот вам счастье. И вот все, что я хотела вам сказать. Марина Крапова. Мой мастер-класс посвящен сумкам. Люблю их много лет. Обожаю. Видимо, эта любовь все-таки от кожи перешла к войлоку. И, вы знаете, практика житейская показала, что это очень приятный материал не только в работе, но и в носке. Каждодневно причем. Многие на выставке спрашивают, как себя ведет войлок. Как ведет войлок. Коплю обоишься, наверное, немножечко сволачивается. Но для этого надо просто провести время. Посвятить ему, наверное, некоторое количество часов для того, чтобы получить хорошее качественное изделие. Мы этому учим. И этому учу я. Я занимаюсь валением так же, как и Ира. Вот она начинала говорить уже девятый укол. Восемь лет мы уже, да, Ира? Да не важно. Восемь. Каждый год, конечно, я тоже могу сказать и о себе. Вопросы все равно возникают. Они на повестке дня часто выскакивают. Казалось бы, все знаем. Оказывается, нет. Хочется расширить порой свой горизонт. И я вот, например, в этом году стала использовать не только волок, но и сочетать его с кожей. То есть появляются первые работы, которые мне самой очень интересны. Во-первых, интересно поработать с другим видом материалов. Посмотреть, как они между собой сочетаются. Акварель обожаю много лет. И вот эта своя любовь к этому направлению я стараюсь передавать на мастер-классах. Никогда информацию не прячу в карманах. Делюсь всем, что узнаю сама, с большим удовольствием. Материалы, да, вы хотите сказать. Да, я про темьян. И погода. Оля темьян. Сейчас я ее и на доске. И про инструменты. А можно еще? Что Марина преподает на курсе? На курсе Марина преподает кладчик. Кладчик и варежки. Кладчик или варежки. Кроме, варежки. Туда-сюда. Да. Теперь про Олю Демьянову, которая заболела. Нас всех слышат? Да. Смотрят. Но она очень сильный и креативный мастер. Я горжусь, что в свое время показала ей просто шерсть. И открыла в себе благодаря этому талант. Вот здесь представлены ее всего лишь две работы. Но вот это вот кошкин дом. А, это креативные летние тапочки. Креатива у нее просто зашкаливает. И вот еще кошки. Она любит, кстати, к зверей. Ее кинутые. И объемы фактуры. То есть вот кошкин... А, вот Маша нам несет еще. Это на нашей экспозиции на формуле рукоделия. Были несколько светильников. Он горит. Поверьте мне. И не нагревается. Вот. Такие вот цветы. То есть Оля просто совершенно потрясающий мастер. И она проводит... У нас на курсе тоже она ведет либо кладч, либо варежки. Они с Мариной взаимозаменяемы. И проводят мастер-классы и по дамам, и по кошкиным домам. Ну, это общее название кошкин дом. На самом деле, да. Ну, для зверушек большие формы объемные. Чайные домики. Да, чайные домики. Так что без Оли мы никуда. По таким вот светильничкам Оля тоже разрабатывает новый мастер-класс. Поэтому... Теперь я хочу немножечко показать вам вот наши инструменты. Тут поставили такие прекрасные деревяшки. Конечно, можно свалять войлок просто руки, мыло, шерсть, вода. Но специальные инструменты, которые помогают в работе, они, в общем-то, нужны и полезны. Ну, самое большое это рубель. У нас сейчас появился в нашем женском, в основном коллективе, прекрасный мужчина. Валерий Али Халайджи. Она нашла такого потрясающего дяденьку, Валерий Петрович Рязанцев, который работает с деревом. Он волшебник. Он начал делать нам рубели самых разных размеров, конфигураций и так далее. Кому что нужно, кому пошире, кому покороче, с разными насечками, да. Вот у меня уже 2 рубля не было. И не один пока. И раскатки вот этих мужчин, они, ну, для плотного войлока, они вставляются, ну, вот, ну, или в тапок, да. То есть это, на которых раскатывается, ну, наши помощники, скажем. Да, наши помощники, учушки и так далее. Они работают на совесть. Очень хорошо работают. И вот наши руки. Да, и в заключении я просто вот очень, вот, буквально для слова скажу о пользе мастер-класса. Очень часто ко мне приходят люди, которые говорят, Ира, мы пересмотрели ваши там все 8 фото мастер-классов в интернете, но вот пришли на личный. И личное общение никогда не заменит целой кучи фотоматериалов. Потому что, там, я снимаю очень подробные фото мастер-классы, но я не могу передать, вот, как схватиться, до какой степени. Вот это все очень полезно. И я очень жалею, что когда вот я начинала, да, тогда было еще, можно сказать, чистое поле вот такое. Чистое поле. Мы все учились друг у друга. Не было кучи информации в интернете. Мы сами ее, как бы, вот, и через неудачи, через испорченную шерсть, через больные руки пришли к тому, к чему пришли. И поэтому на мастер-классах мы все передаем свой опыт, да. То есть вы получаете знания и такое, с низкого старта. То есть вот весь путь, который мы прошли, вы его проходите быстрее. Потом это очень интересно. И на мастер-классах люди встречаются, общаются, знакомятся, получают удовольствие от работы и от ее результата. А я хотела бы еще добавить, ходите к разным мастерам. Не циклитесь на одном мастере. У каждого мастера свои наработки какие-то. Расширяйте. Вы потом объедините все знания в одно, и у вас будет четко... Но, приходя к следующему, надо забывать о том, о чем сказал предыдущий. На время мастер-класса надо забыть и сделать то, что вот дают. Поэтому... Самое интересное, что мы тоже учимся до сих пор. Например, на видеопринт я сходила, получила, бежит. Мешное удовольствие. Думаю, дальше мы будем дальше. Все равно выучили все вместе с вами. Передачу опыта, мы все равно сами учимся. Еще в детстве, вот, пытаемся... И у вас учимся. Так, кстати, бывает и так. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.